12 шаров из форта Боярд, ну или монеток. Короче, у нас вот на последнем нашем форде Боярд, который здесь по ссылочке указан, вы наверняка его смотрели, это третий уже вариант, называется нанята математика. Была задача первая же, которую никто из нас не решил. На мой взгляд, решить ее за разумное время невозможно. И это я не с досады говорю, а просто совершенно объективно догадаться до решения. Но просто реально, вот я думаю, что можно только случайно, и то еще потом ты зубы обломаешь проверку. Но давайте про нее порассуждаем. Прежде всего условия этой задачи. Условие такое, есть 12 монет или шаров, которые внешне неотличимы друг от друга. Есть весы, обычные весы, с чашечками вот такими, без гирь. И можно просто взвешивать любые количества монет, сравнивать. Известно, что среди этих 12 одна отличается. И отличается она по весу в одну или в другую сторону. Мы не знаем, в какую. Нужно определить ее, а также сказать точно, а отличается в какую сторону, за три взвешивания. Значит, давайте вначале я немножко порассуждаю. У нас 24 варианта, которые нужно полностью разбить, вот этой как бы цепочкой взвешиваний. У каждого взвешивания есть три итога. То, что вы повесили одинаковое, то, что слева больше и то, что справа больше. Соответственно, на самом деле, вот эти взвешивания, они делят ситуацию каждый раз на три. И всего мы можем расчленить не более чем 27 разных вариантов. То есть теоретическая граница, это 27 разных вариантов можно за три взвешивания сделать. То есть, например, если бы еще была 13 монета, и тоже неизвестно, тяжелее или легче, 13, то 26 еще, ну так скажем, теории, это возможно. Я не знаю, можно ли это сделать на практике, то есть есть ли решение задачи про 13 монет. Если кто знает, скажите, мне кажется, что оно таки есть. Но, например, 14 уже теоретически невозможно, потому что 28 вариантов за три взвешивания, три в кубе это 27. Вы, соответственно, не раскидаете уже. То есть какие-то два варианта всегда будут попадать в одну и ту же сеточку. И тогда, при невезении, что вы пойдете именно этой дорогой, вы попадете в неразделимые варианты и до конца все узнать не сможете. Вот. Там бывает еще, что иногда нужно определить ее, но не знать про нее точно тяжелее или легче. Это упрощает. Некоторые варианты можно сливать. В общем, такие задачи, на самом деле, по-хорошему решаются долго, аккуратно, понимая на каждом шаге, сколько монет вы должны друг с другом взвесить. Вот мы делали это неправильно. Первый шаг. Точно 4 на 4. Почему? Потому что, ну, потому что если я делаю 5 на 5, то тогда в случае, если один из них больше, чем другой, у меня 10 вариантов. Вот. Первый больше, второй больше, третий больше, четвертый больше, пятый больше. Или, соответственно, на правой части лежит первый меньше, второй меньше, третий меньше, четвертый меньше, пятый меньше, да? И 10 вариантов потом двумя взвешиваниями вы уже точно не раскидаете. Также, если я ставлю 3 и 3, то у меня остается 6. Если я про 3 и 3 узнал, что они одинаковые, то из 6 монет у меня получается тоже 12 вариантов, что больше, чем 9. То есть первое взвешивание точно должно быть 4 на 4. Вот это совершенно точно, это мы не понимали, но это можно было теоретически понять. А вот что делать дальше, честно говоря, это, ну, либо нужно действительно часами сидеть и прикидывать, в каких случаях дальнейшее разделение на варианты тоже идет внутри групп по 9, не более, чем 9. Извините, в дальнейшем идет не более, чем по 3 варианта, каждая группа из 9. Либо как-то действовать по наитию. Ну, вот, значит, давайте после этого опыта у нас возникли 4 легких монеты, да? И 4 тяжелых монеты. И, соответственно, 4 нормальных. Ну, вы меня спросите, а как же, если знак равенства стоит? Если знак равенства стоит, то у нас, как бы тогда, мы знаем, что среди оставшихся 4 монет, на самом деле, будет фальшивая. Но это просто. То есть, если у вас получилось равенство, определить фальшивую из 4 монет, наверное, нужно так. Наверное, нужно взять 3. Ну, и взвесить с тремя уже известными нормальными. Вот. И тогда, если эти 3 легче, то я знаю, что фальшивая легче. Если эти 3 тяжелее, то я знаю, что фальшивая тяжелее, потому что она точно среди них, вот этих вот неизвестных, вот эти вот нормальные, да? Вот. Если они одинаковые, то осталась вообще всего одна монета, и она фальшивая. Я ее просто взвешиваю с любой другой. И дальше смотрю, больше она или меньше. Если же мы определили вот здесь, как бы, что они тяжелее или легче, то это такая стандартная задача про 3 монеты, которые, значит, среди которых есть одна тяжелее других. Просто сравниваешь 2 и 3. Либо среди этих сразу все понятно, либо 3. Мы уже знаем, что она тяжелее. Или мы знаем, соответственно, в противном случае, что она легче. Ну, и дальше, как обычно, эти 2 и 3. Поэтому нас интересует только вот такой итог. Он действительно, оказывается, гораздо сложнее. И здесь надо догадаться до того, как выглядит следующее взвешивание. И вот я вам скажу, без, блин, пол-литра это сделать невозможно. Невозможно. Ни один человек, вот я, я не знаю, кто до этого может догадаться, ну, как бы без какого-то существенного перебора или без действительно тяжелого анализа. А вариант следующий. Нажимайте на паузу. Я даже, видите, подглядываю куда-то. Итак, нажали на паузу. Не решили. И отключаете паузу. Мы берем 5 монет. И взвешиваем с этими 5. Теперь какими? Вот здесь. 2 легких. Что значит легкие? Ну, это значит, что эта группа была легче, чем эта группа. Ну, понятно, что на самом деле как минимум 3 из них просто нормальные. Но мы их называем легкие. То есть это те, которые оказались в группе, которая оказалась легче. Берем 2 легких и 3 тяжелых. А сюда зафигачиваем все четыре нормальных и одну тяжелую. Таким образом, что у нас происходит? Что у нас теперь происходит? В случае равенства все опять достаточно просто. Потому что в случае равенства остается только 2 легких монеты. Из них одна, ну, понятно, легче. Ну, просто сравните их и все между собой. И та, которая окажется, значит, легче, она и будет, соответственно, фальшивой и более легкой. Поэтому нас интересует здесь только случай неравенства в одну их сторон. Но здесь уже как бы существенно надо рассмотреть оба варианта, да? И каждый из них аккуратно додумать. Сейчас вот я даже не уверен, что я сейчас смогу это сделать. Но, по крайней мере, вы сможете, если я здесь запутаюсь, на самом деле довести сами. Ну, давайте попробуем. Итак, у нас два варианта. Это и в обоих вариантах, да, нужно нам указать, что с чем я должен сравнить. Вот. Теперь я должен указать, что с чем я сравниваю. Вот. Или я могу взять на помощь компьютер и посмотреть на него. Давайте, прежде чем я возьму на помощь компьютер, я замечу, что вот это неравенство может оказаться в результате того, что один из этих трех тяжелее другого, либо, ну, в смысле, один из этих трех, да, и тогда это тяжелая монета. А, и кажется, все. Слушайте, а вот что круто, кстати. Это очень круто. Дело в том, что если выполнено это неравенство, то тогда, смотрите, вот этот уже нормальный, потому что если бы он был неправильный, он был бы тяжелый, он был бы тяжелее, вот, из этого. Ну, и тогда это бы тоже было тяжелее. Значит, этот точно, не это самое, этот точно будет тогда нормальный. И, значит, здесь легкие тоже не могут перевесить. То есть, если один из этих, то он легче. Тогда бы в другую сторону поехало. Поэтому это неравенство возможно только в случае, если... А, может, нам и не понадобится контрюринг компьютер, кстати. Вроде все доказывается, да? По крайней мере, в этом случае. Смотрите, это неравенство возникает только в том случае, если вот этот вот тройка является содержащей неправильный шар, и он точно тяжелее. Это мы умеем. Все. Умеем. Вот. Два из них. Два из них и третий, соответственно. То есть, здесь мы идентифицировали тройку, которая более тяжелая. То есть, она содержит неправильный шар, и он более тяжелый. А вот здесь кажется немножко сложнее всего, потому что... Что у нас тут? А, в ту сторону, может быть, если этот тяжелее, либо если эти два легче. Все. Других вариантов нет. То есть, в эту сторону... В эту сторону, может быть... Мы тогда точно знаем, что вот один из этих трех шаров... Причем, действительно, три варианта всего, да? Три варианта. Что эти два легче, или этот тяжелее. Все остальные все точно совершенно нормальные. Ну и нам нужно придумать, как в этом случае нам поступить, чтобы разделить между собой эти три варианта. Ну что? Надо сейчас подумать, пригодится ли мне компьютер. Или я смогу это дело восстановить так. Думайте вместе со мной. Даже не ставя на стоп, потому что сейчас немножко буду тормозить. Я думаю, что я придумаю. Надо сейчас подумать. Итак, мне нужно узнать, какой из этих. А что, если я возьму легкий и тяжелый и сравню с двумя нормальными, да? Да, наверное, так. Смотрите. ЛТ я сравниваю с двумя ННами. Двумя нормальными. Какие варианты ответа? Вот это третье взвешивание мое, да? Я взял один из этих двух легких и вот этот вот тяжелый и послал сюда. Значит, в случае равенства все понятно, оставшийся вот этот и он легче. В случае, если сюда... В случае сюда, то значит, на самом деле, так эти нормальные, то вот эти ненормальные, а среди них только тяжелый может перевесить в эту сторону. Поэтому тогда вот этот, и он тяжелый. А в случае сюда, соответственно, наоборот, вот этот и он легкий. Все. В случае равенства третий, последний. Ну, вот так. Мы задачу полностью решили. Но это не мы решили, это я подглядел ответ. Такая вот крутая задача была нам дана. Не знаю, что думал Витек, когда ее давал, что мы какие-то супергении или кто. Но, в общем, супергением мы не оказались. Задачи мы эту не решили. Но все равно спасибо. Очень красиво, по-моему. Вопрос. Можно ли 13 шаров так же? Вот 13. 26 вариантов вроде бы тоже разбиваются. Или здесь без шансов. Вот интересно, да? Очень интересно. Ну, кстати, может быть и нельзя. Знаете, дело в том, что... Дело в том, что первое же взвешивание это либо 4-4-5. Но вот 4-4-5 теперь уже ничего не выйдет в случае, если вот эти 5 будут. Потому что 5 и у них каждый либо легче, либо тяжелее. Мы еще не знаем. Это 10 вариантов. Оно не разбивается. Поэтому 4-4-5 делать нельзя. Но остальные мы и так знаем, что нельзя. 5-5-3. Да, что-то кажется, что это доказывается строго, что нельзя. Вот. Вот такие вот дела вроде бы. Если я не глюкаю немножко. Маткульт, привет, друзья! Спасибо. Продолжение следует...